Девчонки, девочки, подойдите, пожалуйста, к этому столу, посмотрите, какие новые инструменты мы приобрели за счет нашего проекта. Посмотрите. Общество инвалидов индустриального района Перми совместно с воспитанницами образовательного учреждения Уральское подворье придумали проект «Красота без границ». На муниципальном конкурсе «Город – это мы» проект поощрили денежной суммой. На 70 тысяч рублей закупили инструмент, чтобы учащиеся по профессии парикмахер могли делать инвалидам прически на дому. Назрело наше, видимо, время, когда нужно обратить внимание уже на людей с ограниченными возможностями, которые находятся на дому, дома, да, лежачие больные, опорники, которые редко выходят на улицу. Уральское подворье – это не профессиональное училище, а общеобразовательное учреждение для так называемых трудных подростков 12-17 лет, у которых не складываются отношения со сверстниками и родителями. Здесь ребята осваивают школьную программу и сразу получают профессию. А по проекту «Красота без границ» учатся и стричь, и общаться со своими клиентами, людьми, повидавшими жизнь. И они могут посоветовать, они понимают наших детей, посоветовать, как выйти из какой-нибудь трудной ситуации. Вот, то есть, формируется коммуникация между старшим поколением и современным нашим поколением. Потом беру тросточки, пошла, ну, по стенкам в основном хожу. Два раза съездила к мужу на кладбище и три раза побывала в больнице. Это все достижения за год Любови Мальцевой. Женщина читает книги и живет воспоминаниями, как 22 года отработала на военном предприятии конструктором. Была активисткой, а потом, можно сказать, обезножила. Сильнейший артроз. Коленки очень болят. Вообще не могу. Я вот даже вот над ванной, если вот так склонюсь, вот иногда голову помыть, я уже обратно, такая боль страшная, я уже выпрямиться не могу. Может быть, и наследственная, потому что у нас у мамы, ну, мы еще маленькие были, у ней вообще ноги отнимались, она вообще не ходила. Здравствуйте. Здравствуйте, девочки. Как хорошо, спасибо вам, что вы пришли. Сегодня у одной из парикмахеров, Насти Половниковой, дебют. Первая стрижка по проекту «Красота без границ». И вообще, первая стрижка за пределами учебного заведения. С Настей вместе учитель технологии Людмила Власова, которая преподает уже более 20 лет. С ней не страшно. Хорошо намочить волосы, они будут лежать лучше, и тебе будет легче подстригать. Настя признается, что была трудной девочкой. В школе много болела, пропускала занятия, конфликтовала с учителями, получала тройки и двойки. Ее радостью были только лошади, за которыми она ухаживала в частной конюшне. За год повзрослела, стала больше помогать маме, ведь кроме Насти в семье еще четверо детей. И выкраивать время для общественной работы. Я даже сегодня приехала, подстригла Любовь Леонидовну и сэкономила ей 200 рублей, что сходить в парикмахерскую подстрижься. Я приехала и бесплатно подстригла, сделала ей хорошую прическу, укладку. Для меня это надо делать, это помогать людям, которые не могут чего-то сделать сами. То есть, какие-то неходячие. То есть, помогать пенсионерам это надо. Очень понравилось мне. Стрижка, большого спасибо. Настеньке спасибо, пусть дальше развивается и будет хорошим парикмахером. Можно сказать, Настя дебютировала с успехом. Снежан, мне надо вот, чтобы подкрутить, чтобы они не торчали вот эти все кончики. Вот так вот, чтобы шапочка была. 15 лет назад Елена Шиляева из-за врачебной ошибки стала инвалидом. Врачи вовремя не заметили на позвоночнике доброкачественную опухоль. Когда спохватились, удалять ее было уже поздно. Опухоль с позвоночником стали одним целым. Двигательные функции нарушились. Сегодня для Елены съездить в парикмахерскую все равно, что совершить подвиг. Из дома выйти проблемно, да и парикмахерские не приспособлены. Девочки работают быстро, аккуратно, руки нежные. Все хорошо, мне понравилось. С проектом «Красота без границ» изменилась жизнь некогда трудной девочки Снежаны Новоселовой. Когда-то она убегала из дома. Ее даже ставили на учет в полиции. После общения с Еленой Снежана осознала, что хулиганкой быть совсем ни к чему. Елена Шиляева потрясла начинающего мастера рассказом о своей судьбе. Даже с такими малыми возможностями, как бы то, что на коляске инвалид, настолько наград. Всего, да. Впечатляет. Это Куба континентов, это соревнования мирового уровня. Так, вот это чемпионат Европы в Польше маленький. Вот это вот Калининград мы ездили, был фестиваль. А медали там разные. Там и Израиль, и Германия, и Польша, и Беларусь. Елена была в глубоком отчаянии, оставшись без ног с двумя маленькими дочками. Друзья предложили заняться танцами на колясках в ансамбле «Гротеск». Здесь она познакомилась с Константином Сосуновым, который стал ее мужем и бесподобным партнером по танцам. В 2015 году Костя скончался. Он тоже был на коляске. Мы танцевали в дуэте и латиноамериканскую программу, и европейскую программу. И, ну, это не хвастовство, но это так и было. Мы были лучше в мире. Лидию Маторину с сыном Владимиром постригали дома все те же начинающие парикмахеры. С новыми прическами можно и на празднике городском побывать. На улицу Владимир выходит нечасто. Болит нога. Его боевую машину пехоты в Чечне боевики обстреляли из гранатомета. Итог обстрела – травма головы, раздробленное колено, а дальше – инвалидность. Социальным парикмахерам за помощь одни благодарности. «Самое главное, что ты не можешь выйти. Их подозреваешь, они приходят и постригают. Вот это самое нужное. Самое главное, самое нужное». В проекте «Красота без границ» задействованы 20 учениц. Им завидуют сверстницы из группы продавцов и сверстники – будущие слесари, сварщики и маляры. Так ребята через обычные уроки и социальные проекты учатся взрослеть, относиться с ответственностью к работе и к людям. Смены взаимоотношений меняются. Это однозначно, потому что девочки говорили, что я теперь понимаю свою бабушку. Очень здорово понимаю. Родители зачастую очень благодарны. И приходят и говорят, мы благодарны тому, что ваши мастера, ваши преподаватели, ваши воспитатели именно работают в этом направлении. Всего в образовательном учреждении для детей с девиантным поведением обучаются 450 человек. Все хотят найти себя в профессии, поэтому стараются. По проекту сначала хотели сделать 500 причесок, а теперь решили довести это число до 1000, чтобы, насколько это возможно, красота действительно не имела границ. Юлия Долгова, Михаил Овсейчик, Пермский край. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова